Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии The Maya. Sid Meier's Civilization 5. Игра на шестерых. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. К сожалению, нацию Венецию обделили созданиями, которые могли бы как-то и компенсировать отсутствие закорючек. Да, да. Поэтому мы туда... Мне всегда было интересно, что ж там такого в пирамидах происходит, что они науку получают дополнительно. Вот это очень плохо. Надо как-то решать эту проблему. Венецианец, а то я смотрю, там сами это вообще не паришься, да? Ну, тут... Как тебе сказать, да? Да, я просто не парюсь по жизни, если честно. Ну, пока я на производство тут включу рабочего, сейчас надо убрать, конечно. А то мне вообще что надо? Шелк? Один Сириус не открыл ничего. Исменно. Да, сидит. Никого не слышит. Чем сильнее... Лаки, Сириус с меня будет упарываться. Давай, помогай. Просто снесем его нафиг и все. Вы его встретили оба? Да. Да, да, да. Ну, я сейчас вышел в Миккарию. Я, правда, ему клявон отправил с Петром. Значит, и твоя атака будет неожиданной. Да, он же не слышит, кстати. Кстати, вот тут тоже интересная штука, видишь? Не вышел в письменность? Сорян. Мы тут, Леш, тебе все косточки уже перемыли, пока ты там. А, смысл? Вы даже не знаете, где я. Ну, я-то знаю, я... Не знаешь? Знаю. Ну, ты только догадываешься. Ну, я вижу. Ты так, частично. Частично, да. А так ты даже не знаешь, какие тут места и вообще. Собственно, о чем мы тогда... ...исправим это недоразумение? Пока нет. Вот, с португальцем, пожалуй, да. Ну, у нас чукану будут на карте. Да. Ну, там, кстати, он лагерь хочет. Португальц, а как мне найти дешку? Идти направо. Идти направо. Вот я сейчас у валета стою. Так, что-то таймер кончился, но ничего не происходит. Это нормально? А как это лечится? Ну, говорят, shift enter надо нажать. Там никого-то просто не прогрозилось снизу. А, во, прошло. Смотри. Да ладно. О-о-о, свет, что тут здесь такое? А Stonehenge кому понадобился? Венеции. Венеция, зачем ты Stonehenge? Ну, я тоже хочу в религию окунуться какую-то. Как к этим руинкам интересно пробраться. Слушайте, может мне четвертый город тут поставить? Ну, это, конечно, бред. Он просто будет отделен от всех. Но место очень такое. Как же Сирель задолбался этим сыном. С чем? Там упарываются. Три города, воля. Че, атакует тебя? С самого начала. Второй раз уже. И без письменности сидит там тихонько. Ну, вообще, опять же, вот это... Не надо вот об этом рассказывать, что, типа, он тебя... Вот, я, например, я же ни тебя, ни его не встретил. И, по идее, я не должен об этом знать. Большую помощь у Лаки. Да мне нечем сейчас помочь. А если он с Легиона пришел, я не знаю... Он не без Легиона, в том-то и дело. А 0-10. А ты хоть в какой-нибудь доме сидишь? Блин, я все думал, куда мне четвертый город ставить. Ну, сюда? У меня немножко есть. Уже хочется подгора все-таки. Вот мне как-то это место... Более интересно. Блин. Вот это я как-то затупил. Честно говоря, не думал, что он упрыгнется. Через две клетки. Вообще, надо бы армию подстроить. Как-то вот этот варварский лагерь снизу, он уже напряженным становится. Конечно. Конечно. Так, будем его тут перехватывать. Но он сейчас поведет рабочего явно в лагерь, потому что мы его перехватим. Блин, ну тут такие места прямо. Я не знаю, кто тут не ставит города, почему тут никого нету. Так получается, судя по всему, швед, немец и Рим там. А тут, значит, венецианец один сидит. Тем более, мне сюда надо город ставить поближе к венецианцу. Блин, и нету прохода. Как до этих руин добраться? Так, в поле... А, не могу пока. Какой поинтересоваться у нации Майя по поводу и планов дальнейшего проселения? Это кто спрашивает? Это... Торговец сверху интересуется. Ну, пускай они будут для тебя сюрпризы. Надеюсь, это будет приятный сюрприз. Сыря, как на него смотреть? Просто я вижу, как караваны бегают к Майе. Принесут мне множество счастья. Золото. Зеба. Свет, ну я вот, нет, сейчас я Алматы за Союз, главный копейщик. Я сюда пошел, потому что зубы явно сюда пойдут. Попадай, нападай, нападай. Нет, да какое у меня нечем нападать-то еще? Я чудеса строил. Скорее всего, КВБ кубьет этого, сюда встанет рабочий, и он этим его защитит. Я тебе могу его в Хельсинки привезти, надо? Я себе сюда встал, как бы рабочий сюда поел. Мне за ним бегать вообще неохота. Он еще в последних секундах хочет ходить, но он вообще нагляд. Напиши в чат. Редиска. Смотрю, сексунда у тебя упадет, наверное. Скорее всего, да. Ну сейчас я дойду, тогда пойду. Я не знаю, у тебя сейчас сексунда упадет. Блин, случайно вернул рабочего. А никто откатить не хочет. Ну, я бы с удовольствием откатить. Блин, еще соли какие-то. Сириус, ты уже открыл письменность? Не, я ухожу. Ну сейчас все нормально, да, возобновить? Окей, все, ухожу. Как только твою, им сейчас надо в альтарный сажать. Попробуй на шестерку нажать просто на нампаде. О, это горячая клавишка какая-то в Циви. Да. Не, в Циви нет. Не, во, получилось. Блин, ну тут, не знаю, у португальца такие места. То есть, вы знаете, вот смотрите, вот порта просто убогий город. Он просто убогий. Смысл его ставить, когда у тебя вот такое есть? Не знаю. Лаки, а ты куда серебро сводил? Да как они играют-то, елки-палки. Че, еще пропустили? А что там происходит? Что там за гол вы кричите? Человек с пяти метров в ворота не попадает. Ну, е-мое. Кержаков? Да нет, Кержаков уже всего. А, Кержаков передал свое мастерство другим? Да, да. Тоже в Зените играет. Чувачок, видимо, заразительный там. Вы же в курсе, что в английском языке есть слово Кержаковинг? Типа, не попадайте из выгодных ситуаций. Ну, это после внесли, по-моему, чемпионат. Кто вы тебе? Ну, не знаю, может, даже и в тему я... Аж отбел коляску, Дарюш. Так. Нет, Оракул не нужен. Когда тут у нас... Библиотека еще 10 ходов. Давайте побольше юник. Библиотека, тебе вернется, твой серебро или нет? Пошли вообще в универы. Мне кажется, нету смысла. Библиотека, игнорируешь меня? Такое серебро? Не, я меняюсь. У меня игры, у меня один люкс в столице и я единичный. Это вообще нормально? Я вообще... Да нет. Ты вот там что-то говоришь мне в такой старт. Ну, вот. Напрямую. Может, даже Айсофию построю. Блин. А Венеция дня времени десяточка уже. В джунглях. В смысле, десяточка? Стопать надо. Стопать надо. Размер города десяточка? Ой, пардон. С непривычки. Да, ты не надо сообщать об этом. Блин, я думал, посольство-то у всех есть. Мне кажется. Нет. Это на Сириусе, смотри. Сможно, братцы. О, еще одно чудо. Синай. Слушайте, так может мне под Кайлас тогда поставить город? Вообще сейчас надо исследовать территорию. Что-то я... Мне только начало с этим лагерем разобраться. Было бы неплохо, если бы с Монако повел ко-нибудь сюда этого рабочего и варвар его спер. Кстати, подлагивает игра. И судя по... Ну, за лага я потерял город, по сути. Да, Тейк, у меня с собой что-то пинк прыгает. Я отойду. Пускай этот... Попробует Монако забрать лучше. А куда он там? Он на Хельсинки идет или пошел на столицу дальше? Да не знаю. Ты... Либо нападай... Я не могу напасть, потому что у него антиом, но тут ничего не делал. Почему границы шведов? С одной клеткой кто-то обстрелил. Привет, Майя. Привет, а как мы встретились? По какой воде? Да, раз мы встретились. А, ну если ты едешь, что? Я тебе свод сверху Хельсинки захожу. Я подведу и помогу там тогда. Поэтому я тебя спросил, где? Я на него нападать не буду на эту танцеву, это бесполезно. Стараюсь сейчас в госслужбу выйти быстро. Что ж, может мне купить эту библию? Да, народ уже в гос. Чудо. Да, не знаю, если бы... Бывали один в галязи, вот так что нам надо сейчас строить. Кто это в госслужбе? Никого в госслужбе не так не может быстро. 60-й ход. Ну, один ход как раз. Сейчас первый по науке, я даже колоссов не открылся. Да, нету никого. А, ну хотя как, я ж не всех встретил, я не знаю. Не, немец там сказал, что типа он сейчас уже выходит в госслужбу, да? Я поэтому сказал. Да не, ну не сейчас я выйду. Не скоро будет пускать. Ой, пускай он забирает. Нет, я тебе серьезно говорю, там, пробуй сам. Я вот сейчас приведу, что у меня есть туда к тебе. И я этого рабочего потом обратно себе отобью. Да нет, я еще поду. Строю нацколледж. И, блин, может, сразу мне построить сеттлера. Сеттлер 4 хода. Ну, хотя бы до 6 пускай вырастет поленки. А, вот где со шведом мы увиделись. Так, ну надо сюда бежать и исследовать скаутом вот эти места. Монако хочет торговый путь. Толка от армии, которой ты подводишь, так, если ты не будешь с ним воевать. Я тебе войну объявлю и буду мешать ему. Да, ну... Блин, я тебе говорю, она долго будет идти в ход 4 еще. Не, ну просто я не знаю, я приду, посмотрю, что у него там. Ну, здесь только медкари, 4. У меня медкари, горьё. Здесь 3 медкаря, 4 коляски. А у меня дороги строить. У меня, вон, 3 медкаря. У меня 2 медкаря. Раз, два, три, пять. Лаки тут еще спасатель. Там все кто наезд, если бы она не упала. Ну, ну как я тут помогу, ну вот так. Вот, сколько лишь 5 ходов. Сеттлер 4. То есть как раз... Наверное, Сеттлера сначала построить все-таки. То есть он будет как раз только ходов. Сейчас я еще переключусь тут на производство. Вот так, по максимуму. Так, и давайте дорогу его строить. Соединять города дорогами. Ну, под Кайлас, почему не... Сейчас я исследую, конечно, территорию. Если там фигня, то не буду я ставить под Кайлас. Что я? Сумасшедший, что ли? Сумасшедший, что ли? Деньги я ему давать не буду. Да мне хватает счастья. Если тебе надо, мы взять соль какую-нибудь. Пока есть. У тебя нету соли. У меня есть соль. Странно, я открываю, не видно мне у тебя соли. Может, ты уже с кем-то торгуешь, солью? Так, ну, теперь я не возвращаю Монако. Я, конечно, понимаю, что я могу союзником стать, но... Сейчас рабочие важнее... А, может быть, слаки? Для обработки. Хохол вышел. Смесье 12. В теологию. Португарец, и ты религию хочешь, что ли? Ну, не откажись. Ну, пускай строит, а если это я бы Рабудур просто построю... Да, но тут чё? Не знаю. Не, он не пробьёт город-то на холмах. Так, что? Может, скинутся шведу из стены, чтобы он купил? Я больше не скинусь на стену никогда. Почему? Плохая примета. Игорь говорит, что ты после этого проигрываешь. Сириус Гурс. Я ему скинул, вот, и... Сириус ещё и катку играл. Лаки, а ты что думаешь? А, блин, я не могу, чтобы общаться. Сорян, Лаки. Если есть деньги, Лаки, даже не скинусь на стенах. Нет у меня денег, откуда у меня деньги? 28 голды. То, что спасёт? Да, хоть мог бы я общаться, конечно, с Квантом. Смысль, а ты его не нашёл, что ли? Так он ниже, Гамбургом моего. Ну, я вижу его город, но мой рабочий там подох. Не зашёл. Разведчик, точнее. Мне, по идее, он не сможет разграбить караван. Бей его прямо в лучников и всё, Лаки. Не надо париться. Тебе же выгодно. Минус несчастья, тебе же это плюс. Ой, я вот считаю, очень неправ португалец, не ставя вот тут города. Сейчас тремя дуболомами отобьёмся, кто наверняешься у меня, я расплачиваюсь. Я, конечно, понимаю, что, типа, я, ну, Португалия морская. Только не мирись, ты хорошо, я даже не буду, ты чего, Лаки. Ну, вы посмотрите, раз, два, три, четыре. Вот город ставишь. Сейчас мне пойдёт сырать. Так, сюда, да? Раз, два, три, четыре, пять овец. Это конюшня работает офигенно. Тут ещё, или даже на соль, прямо на соль. Ты ещё и до Мрамора дотягиваешься. Или вот сюда, вот, под гору. Вот сюда, под гору. Раз, два, три, четыре. Лангавкан, блядь. Вот эту, по-моему, не дотягиваешься до этой. Моему капечка. Ну, в общем, тут очень круто можно поставить город, который будет очень круто работать. Да, ну, чё, у меня тут фигня осталась. А лучник где у тебя? Лучник там выше чуть-чуть стоит. Ну, там дуболом ещё и лучник. На самом деле, я профукал момент. Думал, он всё же будет развиваться, а не воевать. Ну, и мисклик, вернее, фаст-клик у него быстрее будет. Я стрельнул по коляске. Он же единственный воля был, единственный. Да нет, но он первый зафейлил атаку, жёстко. Блин, вот сейчас уже плохо. Если я сюда встану, то я попаду под огонь лучника. Так, храм построен. Ага, значит, я под коллаз я поставить не могу. Ну, всё. Выбора особо нету. Ставлю сюда. Вспомнил, что я дороги строил, а не фермы. Тут уже есть дорога. Сириус не хочет замириться, предлагается. Не рассказывай нам. Ну, а мне говори. Нет, это вопрос, вот, ну, как тебе объяснить. Примерно из того, что он будет рассказывать о, например, территории Сириус. Нам же надо с ним как-то кооперируют, сообщаться. А, ну, так кооперируйтесь, причём тут Сириус предлагает замириться и не предлагает. Нет, всё понятно. Свет, ты с ним не мирись. Естественно. Так, лечимся. Лечимся. И пойдём уже всеми этими ребятами с этим лагерем разбираться. Я говорю, что там несколько рабочих. Боюсь оставлять посила без защиты. Сначала посила доведу, а потом уже встречусь с этой ГГшкой, разберусь с лагерем. А с ним уже кто-то поменялся, да, или Банлюкс обработал? Венецианец вышел. Куда ж венецианец вышел? Тоже в теологии. Венецианец и португалец вы встретили друг друга, да? Да. Да. То есть мы можем обсуждать то, что вы оба вышли в теологию. Кто ж из вас Айософию первую построит? В принципе, это сам. Давай замеримся, потому что он тут саджал, и я тут всё равно у меня тут лук с дуболом на его территорию. Блин, мне бы ещё лошадка... Я бы это просто потом назад думал отжать. Я хочу всё-таки Барабудуров, а потом Хорсбек Райдинг откроется, и здесь стоим лечимся. Так, дорога, дорога. Лаките, нужны алмазы или сахар? Единичком поменяться. Так, два хода. Наскурешь, мне главное... Лаки! А что тебе надо? Следующим ходом... У тебя там тут киты есть? Нет, неужели взял производство? У меня, блин, Пророк должен фиг знает когда уже появиться. Но он нифига не появился. Да, производство. Ну, то, что это сделал португалец, мне вообще не жалко, потому что у него с производством не очень. Вот, то, что я вижу... Короче, какие у нас киты, посмотри сам. Что я, наверное, кинуть мечети возьму. Не, не знаю, где мой Пророк. Блин. Вообще не честно. Так, пора. Дорожь, курок нету или меди? Нет. Пока не надо пополнить. Ну, а так, три хода нет, надо за два закончить. А потом уже будем поленки... Португальцы, а ты там не хочешь как-то помочь? Таким образом... А? Да какая разница, тут только ты, наверное, не хочешь, и все, мог. Иди просто в Голиас и бахай ему с воды эти города и все. Не могу. В плане не могу. Ну, тут... За него очень долго плыть. А он, наверное, португальцу говорит? Нет. Ну, прими, посадись тут. Опять два хода, блин, потому что... Великий этот... Золотой век закончился. Ну, подождем. Что же сделать? Ты примишь, нет, Лакинь. Странно, я второй по армии. Ну, первый, видимо, конечно, Рим. Таки, да, Анси, я смотрю, тоже нормально. Прокопай дорогу, гляди вперед, у меня вся армия-то здесь. Разница небольшая, то есть у меня... Это у меня армия за счет трех копей? Так и сделай. На самом деле, я тут по максимуму попробую задержаться. Ты бах, немало. Три копья и... С той стороны. ...два... Скаута. Три копья и два скаута, я второй по армии. Что ж у них там с армией-то? Не понимаю. А вот португалец поставил под Синай все-таки город. А почему так? А почему так? Я бы на овец поставил, например. Ну да, овцы уйдут, но зато на реке, то есть ГЭС и прочие вкусняшки. Так, я напоминаю, что я сюда вышел ради барабудура. И мы их будем строить. Сириусом два генерала. Генерал взял с воли. Да, это поигрыш. Сириус, все еще без письменности, да? Да. Очень не похоже на Рим. Португалец? Чего? Ну, это Венеция. Она заявляет о том, что, с учетом того, что мы хоть и соседи морские, но предлагаю как-то обойтись без каких-то там воин вот этих вот глупых и нелепых. Беспощадных. Ну, давай. Да, правильно. Вы только воюете в правильных и, блин, как антониум, слову нелепые. В лепых войнах. Кошерные. 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 Может, я просто... С его стороны будет нарушение? Нет, с моих сторон не будет нарушения. Я вот... Ну, с моих тоже. Так, что тут взять? Защитник. Защитник, кстати, может, венецианец взять. Может, чтобы ему не досталось. Давайте, кстати. Плюс 20 около дружественных городов. А тут, пожалуй, мечети. Фигма, это как там? Ты посольство-то созрело, да? Нет, так а зачем? Я твой город вижу. Чем мне... Зачем мне тебе показывать? Ты мою высоту, в мою столицу видишь? Ну, конечно. Я ее разведал еще в начале игры. Ты чего? Что-то я не видел. Ну, ты заешь. Так, ну, сады. Чтобы великие люди быстрее появлялись. Так, ставим город. Так, пошли с ГГшкой знакомиться. О, скаут вылечился. Куда это копье? Опять дурное пошло. И все-таки португалец. Учитывая, что венецианец хоть назад построил оракулу, то да. Так, я не знаю, зачем он в теологию выходил. Ну, в общем, не я построил. Может, он колеситит? Ну, я иду в колесит, да. Мне в этом плане скрывать нечего. Нет, ну я с ним замирился, я просто телефон уговорил. Я сейчас через пару ходов тебе подарю. Добавил, у меня нету армии больше. Ну, ты там упадешь, да? Естественно, да. Там все кто на кодов палок, все. Ну, значит, пойду в арбалеты, попробую в арбалетах. Спокнули. Ну, что я тут? Это никак не помогли. Может, там венецианец на своих белясах приплывет тогда? Просто, говорите, там морские города, типа. Путь тут, так скажем, не близкий. Ну, да, да, не близко. А португальцу? Португалец-то поближе, наверное. Ну, я, опять, Стокгольм вижу, и тут он уже с двух сторон окружен этими. Я так понимаю, что он пойдет. Да. Крепостями тут уже. Ну, Сириус дуэльку устроил, я смотрю, да. С 71-го хода. В плюс ли ему это будет? Посмотрим. Там на карте билка, на самом деле. Что на карте? Билка у меня остались. Я не понимаю, что ты говоришь. Артемида. А, Артемида у тебя? Блин, ну вот, то, что португальца еще и барабудур построил, это что за фигня. Как он так быстро смог? Это плохо. Сириуса три генерала, это вообще жесть. Две крепости и еще один. Ну, он пойдет, видимо, дальше этими генералами. Дальше некуда просто, эти. Ну, блин, кондиционер этот лагерь. Да, я уже союзник Магадиша. Что-то мне не везет тут. Что-то еще не сами в этой игре. Все их сомнят. О, Венецианин, что творишь-то с населением, а? Лаки. Я понимаю твою привычку в серию переводить стрелки. Но... Не преподобно. Не, я думал, ты в один город сейчас глянул. Да, елки. Вот с этого лагеря он приперся ко мне. Клан. Отдам тебе дуболом еще с этого. Как я и говорил, куча рабочих. Так, а я могу с кем-нибудь торговать вообще? Нет, ни у кого ничего нету. А вот и Венеция основала религию. Так, ну шо, Ска, тут? Блядь, подперли тебя красиво, конечно. Вот три генерала, блядь, один. Ну швед достойно сопротивлялся? Ну первую атаку, да, вторую не особо. Я вторую думал, серию будет мирный. На самом деле я еще не упал, я еще в Хельсинки стоит. То есть ты будешь до конца тут, да? Естественно, да. Ну правильно, серию, без письменности. А Хельсинки, я врублю, если крепость, то да. Пусть бьет. Ребята, какой год вообще там сейчас в игре? Восьмидесятый. Восьмидесятый год нашей эры, да? Да. А человек без письма. Не, ну, че он тут можно сказать? Блядь, в принципе, он всю игру запорол, всерьез. То есть он обиделся из-за того, что я в секту не выкупил серебра. Но если бы я не выкупил, он в любом случае пошел бы войной. Ну, не на медкарях, а на этих, на регионах. Ну, молодец, все правильно сделал. Он, да, мой косяк небольшой. Я поверил, что он будет жить мирно после Первой войны. А как ты поверил, если вы не общаетесь даже? Как можно было поверить? Я просто... Просто сам себя убедил, да? Я доверчиваю, да. Ты поговорил сам с собой внутри. Такой, ну, квант. Я думаю, он будет мирный. Согласен с тобой, квант. А ладно. Кому-то же надо будет проиграть. Пусть это буду я. Первый. Да тут как минимум пятеро проиграет. Ну, естественно. Поэтому... Не знаю, ребят, у меня звездолет двухместный как минимум. Так что... Что у тебя? Звездолет будет двухместным. Так что... Меня может не рассматривать как... Что значит, двухместный звездолет? Нужно спать лететь, и еще одного может взять. Угу. Так. В поленки и в текали надо бы построить конюши. Очков генерала больше дают за удар по городу или нет? Нет, только за атаку юнитов, по-моему, дают. Но я не уверен. Я могу тебе врать. А ты тоже набиваешь. По-моему, по-моему, неинтересно. Ну, сейчас, судя по демографии, я бы еще Сириусу доплатил бы, чтобы он дальше пошел. Надо было Хельсинки ниже ставить и подбирать полностью Сириус. Да, прям доплатил бы основательно. Если я бы надежды даже поставил, он бы, ну, фокусом пришел. Да, блин, и тут холм. Вот как? Вот эти глюки пятые целые. Вот тут не изображено, что холмы. Я, конечно, мог по двум молоткам догадаться, но выглядит, как будто это равнины. Я поэтому спокойно, типа, блин. Спокойно там шел. Но, Португалия, тащи мне свою религию. Сейчас притащу. Производство. Португалец, это уверен, что надо тащить религию человеку... Ну, религию на производство тому, кто и так первый по производству? Не уверен. Ну, я в два города играю, Португалец, второй. Блин, в два города, если оно первый по производству? Не жалю, да, всю карту в два города. Да, это же. Меня, кстати, поражает Португалец. У тебя такие шикарные снизу места. Я, конечно, понимаю, что ты, типа, морская нация. Но вот... Ну, Порту, ну, он же... Ну, неужели Порту круче, чем вот то, что ты внизу мог поставить на 6 овец, соль и мрамор? Там еще оленя есть, я вижу, что это поставка. Да, и оленя еще. Ну, сейчас это уже... Это уже не то. Я не думаю, что морские караваны стоило... Стоили вот такого места. Я тут еще ходил, Катя, до того, как тебя нашел, ходил, думаю, во, блин, какие-то места офигенные, почему-то никто не стоит. Ну, ты туда не поставишь, я так понимаю. Как я туда могу поставить? Ну, вот. Они ждут меня. Да елки. Ну, какого хрена? Вот это что за Одиссея капитана Блада? Боже, что за лаги-то, а? Это ты, Лаки, с кем лагаешь? С тейком. Ну, я что с ним поставил лагать? Может, хаста поменяем? Ну, сейчас этот Шведа заберут окончательно, может, получше станет. Так я-то не лагаю. Да, ты лагаешь, главное, стейком, но заберут Шведа и станет получше. Дорида Балама на следующий ход тогда. Да, да, я привел тебе подарить. Это железо у меня не обработано до сих пор, но я просто пошел тут дорогу проводить сначала. Сириус опять счастье. Ну, это понятно, но сейчас лишь, чтобы Стокгольм взял. Сейчас сыр построил. Сидит, радуется. У нас Стокгольм, я могу искать очень сильно горы. Там куча выгодных у меня. Наверное, ученого возьмем. А ты, ты будешь дарить-то за Бабаму? Так, что у нас тут? Даша, это, конечно, пипец, что ты устроил. Ты открыл письменный? Ты открыл письменный? Да, я здорово. Что, и седьмой ход? Серьезно, на самом деле тебе повезло, когда ты захватил сектуну. Ну, ты сам видел, я ударил колясками до балама. Ну, а кто виноват? Ну, я не говорю то, что виноват, я говорю то, что... Нет, мне скаут не помнишь. Не понял. Так что я был прав, по-любому. У меня выстрелов тоже было много, а скаут не на много. У тебя были места сверху, были места снизу, с Олью даже там, а? Ты пошел подселять ко мне, ну, это капец просто. Сириус, я тебя не подселял. В общем, у нас спорная территория. Сектуна стоит ко мне ближе, чем к тебе. У тебя были другие места. Ты выкупил серебро, которое у тебя есть в столице. Да, суд не в серебре, Сириус, но не выкупи серебро, ты в любом случае пошел бы на меня. Это сто процентов. Я вообще не планирую его воевать, блин, с тобой. Сириус, волевой Рим на три города. Это сто процентов было. Так, так, я выкупил у тебя серебро, к Хельсинке. К счастью. Да, я просто... Тогда, когда после мира я решил построить немного структуру и профукал, наверное, хода два на армию. То есть у тебя было четыре коляски, четыре лука, да? Сириус, я планировал с тобой развиваться. После того, как ты просто обрезал мне путь развития всеми Хельсинкиными, все. Не, ну... Снизу мне некуда ставить. Ты пош... Да как это мне? Там целая соль была, ну... Целая соль. Там две соли, я могу так сказать. И тундра. И все. И все. И тундра. Ну да, конечно. Некуда ставить. Вот так... А сто процентов некуда. Ни разу некуда. А чем нам вставить к соли? Лучше к волевика посеим. И загубим обоим партию. Ну ты сам выбрал такой волевик. Ты мог дальше пытаться развиваться. Ну да, когда мне подселили, мне просто некуда ставить. Да где я тебя подселил? Я тебя забрал серебро. Если бы хотел тебя еще жестче подселить, поселил бы пожестче. Ты бы поставил бы Хельсинки не туда, а над железом. Ты мог забрать Ереван запросто. Там люкс есть, алмазы. Я не был бы против. Ты мог поставить под меня город на эту соль. Я тоже не был бы против. Но ты не открыл письменности. Вот она ключевая ошибка. Поздняя письменности. Не, ну как. 78 ходов он взял Стокгольм. Там есть фратимитка. Стокгольм крутой город. Сектуна тоже хороший потом будет. Все города хорошие. Если он просто не упадет раньше, то он может быть и сможет нагнать. Хотя думаю, автократия там будет в Риме. Конечно, да. А тебя три генерала. Генерал с волью взят. Ну блин. Ребят, хорыла гать. Это лаки будет. Давайте их Остапа меняем. Один город остался. Я представляю, как им там еще воевать с этими лагами. Да вообще. А юнитов-то потерял. Ни за что, ни про что. Убили. Вот что такое, блин. Пять секунд он не ходил. Ёки-палки, этот юнит. Я не успел вот походить. Так, давай. Ты в шведках не успеваешь походить. Потому что он походил за час. Ход закончился. Я не успел ударить. Кем ударить? Дуболболомом. Ты и так по дуболому, по лучнику стукнул. Сказки рассказывал. Нет. Нет, он не походил, Сережа. О, да. Хочешь сказать, ты лучника с 10 хп мне оставил и дуболом его не добил. Он ударил своим города, лучником. Сейчас. Он должен был на прошлый ход еще ударить. Ты дуболом, и он бил. Мне не надо сказки рассказывать. Я не бил дуболомом, сейчас такого ударил. Потому что прогрузка была. Опять. Дарил дуболом? Очень долго. Ну вот, а у кого мы теперь будем бонусы брать на великих людей? Теперь дружить не с кем. Шведа вынесли. Блин, Швед охрененное место у тебя тут ниже, блин, а? Серебро, олени, две соли, две овцы. Смотрите, как на человека действует отсутствие письменности. Хочется разговаривать и разговаривать. Ты не видел за Стокгольмом направо, да? Если бы не эти горы, я бы пошел бы туда. Ты не видел то, что там. Была бы одна клетка прохода. Вообще, сектуна бы здесь не стояла. Стояла бы голая столица. Вот и я тут тоже не планировал селиться. Мы бы так и жили. Я уже думаю, а что я думал, как только мы встретились, сразу же, вот встретились, ты мне сразу же войну кинул. Это вообще нормально? Я хотел, чтобы ты объявил Ереван. А-а-а. Логично. Только ты мне объявил Ереван за 6 ходов, по-моему, там выше было от Еревана. Это сказки он рассказывает. Я хотел себе позвонить, ну, чтобы ты рынки еще не пособирал. Я же не стал добивать его облачника, ты сам видел. Я его не перефликивал. Я не знаю, хотели не перефликивал. Я его даже не перефликивал. Я убегал. Не надо расстраиваться, взял хороший Стокгольм. У тебя есть все шансы еще отыграться. Ты смеешься, что ты видишь мое отставание. 25 науки сейчас у меня. С 80-м ходу, ну... Чего тут нужно говорить? Мог забирать тогда Ереван. Договариваться со мной, а не воевать. Мог, мог. То есть, только ты выкатил с ребро, и что? Я не хотел, договоры с тобой, не хотел идти. Ну, видишь, ты не хотел, поэтому ты говоришь, что и ты проиграл, и я проиграл. Ахвали, так вот это просто. Тогда не надо жаловаться. Да, Алма-Ату, я забыл замириться. Блин, серьезно, не надо было его, зачем? Да, Влади, еще что-то полез в войну, зачем, нафига? Я ему хотел чуть-чуть помочь, чтобы ты это выхотел. Ахина тебе, это фанга. Ты совсем уж на халяву. Блин, ну, у меня был... Халяву, это если бы он первую войну взял. Там, да. Да, ну, там у него достаточно было. Ну, и в той войне, да, я был готов. А, второй я... Ну, еще один оленя у тебя тут внизу. Какие места, блин, а? И речка есть тут. И речка есть. Посчитай, на сколько клеток это далеко. Я должен был везти за 8 клеток вниз в тундру, там, где речка 1-1 будет давать. И на колье поставить выше стокгольма, где с банами... Через, я мог просто два хода не строить конюшни, а строить армию. И все, кто-то бы так же отбился. Ну, строил бы, я могу сказать. Рейд. Строил бы. Ну, да. Ошибку, я же не говорю, не спорю. Прими лаки еще, пожалуйста, быстренько. Лаки. О, да, сливать голду ты так хорошо. Хорошо. Вот, пагоды пошли, наконец-то. Счастье, культурка. Эх. Там 10 голды, серьезно. Так. Один ход до универов, чтобы мне тут построить. Хотя дорога прокапана. Да, португалец. Хороший у тебя тут. Блин. Блин, я долго возвращаю. Охренеть, речка там. И горы есть, и ссоры, блин. Капец просто. Когда выиграешь, загружу тебя, посмотрел. Город на линию. Прямо представишь, находится на реке. Двумя салями, с тремя этими. Ты поперся даже в Хельсинки ставить наверх. Ну, как это не игра против меня, блин, а? Это не игра против тебя. Да, это так. Тектуна, посмотри, в каких клетках от меня. Ты стоишь на воде, ты мог делать, говорю, селиться по воде. Что мешало тебе поставить туда город? Это такая спорная территория. Это спорная территория. Ну, просто, Сириус, надо было тебе библиотеки открывать, что могу сказать. Да, тут швед все время возмущался, что не может тебе больше ничего сказать. Слушай, я намеколог, Сириус, открой, что ли, хоть договоримся как-нибудь. Ладно, всем спасибо. Да, тебе спасибо. Спасибо, что запорол каточку. Да ничего не запорол. Я могу сказать, что ты мне запорол, Сириус напал. У тебя есть прекрасные места. Просто прекрасные. Я могу сказать, у тебя тоже есть прекрасные места. Да, и где же? Ну-ка, скажи, где... Куда мне ставить города? Ну-ка, загрузись-ка. Ты посмотри. Я тебе на стриме скажу. Давай. Мне будет очень интересно. Не надо размещаться. Спорная территория. Повоевали, победил. Забрал на халяву Артемия. Вот именно эту спорную территорию ты присвоил себе. Просто... Ну да. А ты не видел письменности. А ты до письменности это спер. Вот еще. Нет, но... Шельсинки посередине. Ну вот, вот что стали. Мириться с потерей серебра и оленями я не собирался вообще. Ну как? А просто ты поставил еще город выше, и ты просто оставил вообще быть родителем. Да, ниже я не видел территорию. Гортугал. Хохол, слушай, ну есть как-то доверчивая мера взаимного сдерживания у нас, так скажем. Мы просто можем не выходить в астрономию. Я согласен, если бы оба никогда не выйти в астрономию, это прям зашибись будет. Говорить мы, главное, уже можем. Астрономия нам как-то особо не нужна была. А чем тебя беспокоит астрономия? Вон там фрегат. Нет, фрегат, а навигация в астрономии наоборот. Ну, а тебе-то нужна астрономия? Не, не схожешь, давай. А португами с тобой поконкурировать, понимаешь? Он сейчас там караваны напускает, у него бабло будет. А у кого его не будет? Или подожди, что ли, нету руинки не собрал? Ну, капец, блин, а. Что он сделал? Хватит, это же. Руинки не собрал даже внизу. Я говорю, я не ходил вниз, ниже солей, ниже железа. Я не видел. Там был лагерь варваров. Поэтому подселю-ка я в левика. О, Авиа Цезарь. Не, он тут не мог собрать эти руинки. Я возле этих руинок уже ходов в 30 хожу. Тут куча варваров. Он даже если бы сюда пришел, бы не мог собрать их. А чья Петер, кстати? Такая ральная. Угадай, чья. Окей, думаю, мое так быстро не шел. Нет. Так лаки в два города играет. А, во, видел Берлин. Ни хрена себе Берлин, блин. Куда не плюнь, картинка. Ладно, хоро, диспорта еще раз. Всем спасибо за игру. Всем спасибо, брат. Удачи, братик. Давай, пока. Пока. Еды, Сириус, нету. Еды нету. О, сейчас бы жаловаться на воде. На отсутствие еды. У меня город только один. Приклывай сюда, я тебя ожидаю тут. Венеция, ты этим туболом уже обратно не выйдешь. Так что я тебе рекомендую идти налево. Давай я налево возьму. Эх, проиграла Россиюшка наша, проиграла. Ты еще мягко сказал. Мне больше всего бесит, как комментаторы начинают оправдываться. Вот, это неплохой там рубеж для тренировки. Вот на чемпионате мира мы покажем, покажем там, блин. У нас так всегда, у нас. Тот, тот, кто против нас, против себя. Вы не знаете, сколько раз сказали про то, что против нас играет топ-команда, когда мы проигрывали там португальцам, блин. Что-то лаги никуда не делись. КВБ хочет, вот этот КВБ хочет, чтобы вот этот лагерь был разрушен. Не знаю, мне как Венеция, которую нужно сделать во время хода 3-4 действия, ненормально. Ой, португалец, я жду твою религию. Недалеко идти просто. Нифига, здесь варваров. Я бы еще стену построил, честно говоря. Че, все продал этот свет? Просто все. Мне настолько хреново развитие, что город старик ничего не строит. И бы нечего строить. Надо бы, конечно, Куксмалю провести дорогу и обработать тут все, потому что он очень неплох, но... А кто там в Глиаса вышел? Надеюсь, не Венеция. А нет, немец. Даже не знаю. Даже не знаю. Лаки, у нас не будет там проблем с караванами и всего прочего. Венеция, у тебя это много? Для тебя это вообще. А то видишь, что тут аргумент есть. Да. Нет, проблем уже не будет. Венеция, а что там плывет, этот? Глядь, куда? Лакарь зачищает. Да, да, да. Ну, ты видишь, что у меня разведчики плавают по этой же причине. Я караван не могу без запаса пускать. Поэтому я... Так, начинают едать поленки. На этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.